Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Маме 75 лет, мне 43 года. В целом ситуация следующая. Мама хочет, чтобы я отчитывался в своих поездках и перелетах, путешествиях. Предлог, я волнуюсь, когда вы уезжаете, вы должны сообщить, что все хорошо. Просто это не совсем, это совсем не просто. До моих поездок начинается шквал негативной информации о ковиде, наводнениях, о проблемах в аэропортах в разных странах и т.п. То есть, словно, меня просто отговаривают, описывая, что мой отдых рискует быть ужасным. На самом деле, она переживает сильно, накручивает себя в силу уже устоявшегося характера, тревожит себя, беспокоится, смотреть новости и проектировать их на меня, на близких и события с ними. Поэтому мне проще не говорить маме некоторые факты в своей жизни. Я не хочу, чтобы моя мама волновалась. Я начала всегда была в тонусе найти способ ей сообщить, что со мной все хорошо, будто ночью другая страна. Были случаи, когда такой возможности по тех причинам просто не было. И тогда это головная боль там у мамы и головная боль в позитивном отдыхе у меня. Донести это до мамы у меня не получается, если не скажу истерикой, обидой, манипуляцией здоровьем. Каждая поездка у меня это сопряжение со стрессом, от страхов и личным беспокойством мамы. Не думать о маме я не могу, обещать ее не хочется, но проблема остается разрешенным. Как быть, дайте дельный совет. Ситуация здесь, как мне кажется, в том, что вы находитесь в болезненной такой связи с мамой. Что мне кажется. То есть ситуация в том, что мне кажется, что вы находитесь вот в болезненных отношениях со своей мамой. Именно в болезненных отношениях. То есть, что это значит, да? Это значит, что вы находитесь с ней вот в отношениях вот, я бы сказал, наверное, в созависимых. То есть, это очень похоже на созависимые отношениях. В каком смысле? В смысле того, что у нее получается вами манипулировать через обиды. Через истерики. Через ваш страх, например. За ее здоровье. И, собственно говоря, все. Пока вы реагируете на ее такого рода манипуляции. Пока вы реагируете на ее такого рода аспекты. Вот. То вот ситуация, в принципе, не будет никак исправлена. Потому что с чего ей быть исправленной, да? Если как бы у нее есть над вами власть. Вот. Поэтому я бы здесь поработал в первую очередь с чувствами вашими, которые вызываются мамой. Вот. Когда, например, она обижается на вас, то есть вы говорите, что не хотите ее обижать. Понимаете? Нельзя никого обидеть. Человек сам обижается. Вот. Это его выбор. Обижаться. Это детская позиция. Обижаться. Ну, обид. Это детская позиция. Знаете? В чем... В чем... Как бы... В чем штука. Это детская позиция. Обид. Это детская позиция. И, соответственно, пока вы на эту детскую позицию вот покупаетесь, да, условно говоря. Совершенно не важно, как вы себе это объясняете. Совершенно не важно. Значит, объяснять себе это страхом за ее здоровье и так далее. Ну, знаете, здоровье человека, да, пока он, так скажем, дееспособен. Здоровье человека. Это его ответственность. Понимаете? Его, не ваш. И, соответственно, либо мы признаем, что ваша мама не дееспособна. И тогда отношение к ней как к ней дееспособны. По факту. Или мы признаем, что ваша мама полностью дееспособна. Вот. Просто манипулирует вами от... Значит, то... Ну, как бы... С тем, чтобы... Получать... Какие-то вот... Преференции, да. От... Своей модели поведения. Грубо говоря. Вот. И здесь... Ключевой аспект. Один из ключевых аспектов в том, что вы не можете... Определиться... С... Своим отношением к ней. Как вы к ней относитесь. К своей маме. Как вы ее воспринимаете и так далее. Понимаете? А... То, что вы описываете... Я имею в виду... Вот именно то, что вы описываете... Не является проявлением любви. Потому что чувства здесь... Преимущественно негативные. Вот. Не знаю... Отдаете ли вы... Себе в этом отсчет... Сейчас или нет. Но... Чувства преимущественно негативные. А значит... Это... Не может быть... Любовью. То есть... В данном случае... Речь идет не про любовь. А про что-то другое. И вот чем быстрее вы научитесь разделять. Да? Своё нежелание брать... Своё нежелание брать ответственность. За свои решения. Да? И своё нежелание... Нежелание брать ответственность за маму. Вот. То есть презентация... Она... Она... Как бы... Пожилой, но взрослый, дееспособный, по старой человек. Вот. Вот. Вот пока вы не желаете... Эм... Присновать этот факт... Ситуация будет... Такая... Потому что... Почему мама волнуется? Почему она волнуется? Она волнуется... Потому что вы отклика... Вы откликаетесь? Она волнуется... Потому что вы откликаетесь на её... Эм... Эм... Посыл. Понимаете? То есть иными словами... Если... Если... Если бы... Вы... Эм... Не отвлекались на её посыл. Если бы вы... Игнорировали её, да? Если бы вы позволяли ей обижаться. Вот. То... Какой бы выбор был у мамы? Ну... Что бы... Что бы она делала? В этом случае. С чем бы она осталась? Осталась. А не с чем. Она вынуждена была бы остаться в своей обилии один на один. Вот. Понимаете? Вот и всё. И ваша задача оставить вашу маму один на один с её чувствами. Вот. Вот. И когда она увидит, что это не выход. Когда она увидит, что это... Вообще не... Работ... Не работает. Эм... Ну вот. Такая... Эм... Эм... Модель... Поведения. Вот. Она увидит, что... Вот. То, как она там... Себя ведёт с вами не имеет никакого эффекта. Вот. Ну она... Всё логично. Перестанется делать. Потому что человеческая психика устроена так, что любые действия, которые не имеют позитивного результата, признаются психикой и сознанием, и подсознанием неэффективными, и от них избавляется человек. Понимаете, да? В вашем же случае, то, что вы описываете, ну какой смысл ей от всего избавляться, если грубо говоря есть эффект. Да, зачем? Вот и всё. Поэтому, да, сказать, что это легко, не знаю, вот, но, как бы выстраивание границ личных между людьми, особенно близкими людьми, процесс непростой и болезненный, почему, собственно, нужна помощь психовой, вот. И этому процессу выстраивания личных границ, да, вмещают ещё различные рэкетные чувства. Вина, страх, вот, там, и так далее. Вот, знаете. Поэтому, вот здесь у вас в тексте, да, чувствуется некоторое, допустим, сопротивление. Ну, то есть, у вас в тексте чувствуется некоторый, вот, такой элемент сопротивления. То есть, что вы вроде бы хотите что-то менять? Вроде бы. Вроде бы. Вроде бы вы хотите, хотите, вот, ну, что-то изменить. Вроде бы. В то же время вы говорите, нет, маму обижать не хочу. Вот. Даже та модель поведения, даже та модель поведения, которую вы описываете, то есть, я имею в виду, то, как вы ведёте себя, то, как вы выбрали действовать, ну, в том смысле, что вы решили ей не говорить о чём-то, да, да. Вот, теперь вы, там, решили какими-то фактами своей жизни не делиться и прочего. Это адекватная реакция. Это адекватная позиция. Это нормальная позиция. Вообще-то. Совершенно. Ну, вы так решили, это ваше право. Но вы постоянно ставите под сомнение, да, правильно ли я поступаю, да, как мне угодить своей маме, как мне делать так, чтобы она не переживала, вот. И, собственно, правда в том, что никак. Также она будет переживать. Она будет переживать, вот, ровно столько, и она будет переживать ровно до тех пор, как я уже сказал, пока вы реагируете на её какие-то вот проявления. Вот и всё. Это очень важно понимать. Вот. Очень важно отдавать себе в этом отсчёт. Понимаю. Вот и всё. То есть, если вы, грубо говоря, если вы сами понимаете, что, там, вами пытаются манипулировать, например, да, если вы сами понимаете, что, там, вас, там, грубо говоря, призывают, там, к какой-то, вот, ответственности непонятной. Да, не пойми, не пойми за, не пойми за что, и, как бы, это вас ограничивают, вот, то естественно, естественным образом нужно от этого ограждаться. А оградиться манипулировать только одним способом, это личные границы, личные границы, там, отстранённость определённость и так далее. И почему-то, почему-то вы считаете, что, как бы, ну вот, почему-то вы считаете, что это мамой вашей, да? Должно восприниматься позитивно, вот, то есть, почему-то вы считаете, что, как бы, ваша мама должна быть атоморальна, вот, ну, правда в том, что нет, она не будет атоморальна. Она будет цельщиками всеми силами, она будет этому сопротивляться и, в общем и целом, это абсолютно нормально, потому что человек защищает какой-то, вот, привычный образ своего поведения, ну, своей жизни, своего поведения. Да, у вашей мамы есть определённый характер, это правда, это правда. Да, у вашей мамы есть определённый модель поведения, это тоже правда. И правда так же в том, что она, скорее всего, не изменится, ну, не изменится, да, то есть, ну, правда в том, что она, своё мобильное поведение не изменит, вот, это правда, но подкорректировать всегда можно. Вам лучше, вот, ну, что-то понять для, там, допустим, себя, всегда можно, вот. Просто для этого нужно, вот, я бы сказал, ну, выйти из зоны комфорта своей, вот. А вы изменить чего-то хотите и из зоны комфорта выходите, выходить не хотите. Но так, к сожалению, не бывает, не бывает. Понимаете? То есть, в какой-то степени, извините меня за, может быть, может быть, ну, вот, за излишнюю приманту, да? Но в какой-то степени вы здесь тоже занимаете такую вот позицию, я бы сказал, детскую вы занимаетесь здесь позицию. Вот. И всё. Как бы, и вот, в этом, на мой взгляд, и является, это, на мой взгляд, и является одной из основных, вот, проблем. Ну, вот, ваших, на мой взгляд, повторюсь, на мой взгляд, я не претендую на это, ну, вот, вообще, я не претендую на это. Я не говорю, что, что я прав на сто процентов, вот. Просто, потом просто, вот, пытаюсь отдаваться, донести, донести, ах, какие-то вещи, вот это все. Понимаете? Вот. Обижать маму, да, невероятно, это правда, обижать маму невероятно, ну, не надо обижать. И вы не можете никого обидеть. Понимаете, вот, во всём здесь ещё есть аспект в том, что вы считаете, что можете её обидеть. Вы так считаете. Вы считаете, что можете её обидеть, а в этом-то не можете, вот. Ну, да, она, конечно, будет вам говорить, что, типа, что это вы её обидели, она будет говорить, что, ну, что это вот вы, как бы, да, вот, виноваты, там, она будет говорить, что это вот из-за вас, там, и т.д., и т.п., как бы, вот. Это правда, что она так будет говорить, потому что ей это выгодно, ей выгодно так говорить, она будет это говорить, вот. Поэтому у вас как-то вот ожидания, да, что, ну, вот, у вас есть, на мой взгляд, ожидания такие, что получится вот с мамой, не знаю, договориться, например, или у вас есть ожидания, что получится маме, там, не знаю, что-то объяснить, у вас есть такие ожидания, вот. А правда в том, что нет, правда в том, что не получится, вот, потому что маме, ну, вот, нужно, чтобы вы были рядом, вот. Понимаете, да? Понимаете, да? Поэтому, здесь эта ситуация вот такая. Не хотелось бы говорить этих вещей, вот, по причине того, что вы можете, ну, как-то критично к этому относиться, вот, и я, как бы, ну, вас пойму, вот. Но тут история такая, что либо вы, либо она, вот, по сути, по сути дела. Вот натурально, либо вы, либо она, то есть, в том смысле, что, либо вы, как бы, вот, ну, на своём настоите. И, как-то, вот, просто, перед фактом, вот, ну, что-то, поставите просто, что, вот, либо так, либо никак, да? Чтобы у неё просто выбора не было. Или вы, или вы на своём, на своём настоите. Или она, а, будет, а, ну, как бы, а, ну, назвами, ну, вот так вот, доминировать можно, вот. Можно, наверное, наверное, так, это, так сказать. Вот. Хотя мне, не очень, конечно, нравится это, ну, не очень нравится эта фраза, да? Ну, вот, возможно, это наилучшее отражение того, что с вами происходит. Вот. Вот. Как-то, 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 как-то так. Вот. Поэтому я бы рекомендовал вам больше внимания здесь уделить своим переживаниям, да? И увидеть как-то, что вы не из благодарности это делаете, вот. Увидеть, что вы не из ресурса своего это делаете. Вы делаете это именно из-за рэкетных чувств, то есть, ну, из таких вот, скажем так, ну, негативных, да? Негативных чувств, больше вы это делаете из-за этого. Вот. А если их убрать, вот, понимаете, да? И необходимо разделять эти чувства, которые являются классными, которые являются позитивными, которые являются потрясающими, ну, вот, без лишних слов, как бы, да? Без лишней скромности, можно сказать, эти чувства являются замечательными, там, если вы свою маму любите и прочее. Вот. Но есть разница? Есть разница между чувствами, вот. Есть разница между тем, что вы испытываете и как. И мне бы очень не хотелось, чтобы, чтобы вы путали эти вещи, аспекты, вот. Мама должна стать более самостоятельной, чем она есть сейчас. Она должна быть более автономной, она должна стать более автономной, а это невозможно без обиды, вот. Когда человек встречается со своими, а с тем, что он ждет от другого, ну, в данном случае, вот, от вас, и как бы вот понимает, как бы понимает, именно понимает, что его ожидания – это только его ожидания, и все. Что никто эти ожидания не будет оправдывать. Оправдывать. Угу. И вот когда и если человек проживет эти моменты, он сможет вырасти. Не сразу. Естественно. Естественно. Естественно, что не сразу это происходит. Да? То есть не нужно, там, ждать, что это произойдет, вот, сразу, как только вы начнете, ну, как бы, действовать. Нет. Естественно, это происходит не сразу, естественно, это происходит постепенно, вот. Но, правда заключается в том, что другого выхода нет. И уж совершенно точно, правда заключается в том, что вы сами свое поведение подкрепляете, как бы, ну, ее, то есть, ее какие-то опасения, ну, опасения какие-то, вы ее сами подкрепляете, вот. Своей, ну, своей реакцией, да, своей моделью поведения, да, вот, своей попыткой, там, вот, от чего-то ее, ну, от чего-то ее уберечь, от чего-то ее защитить, вот. И все, и мама подкрепляется вашей тревогой и, соответственно, понимает, что, о, а пока она тоже переживает, ну, вот, о, а пока она, она тоже волнуется, о, а пока она со мной согласна, оказывается, вот. Она тоже, как бы, ну, как себя, вот, как, 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 как я, например, знаете, такая штука, вот. Вот и все. Поэтому я думаю, что вы для себя вот постарайтесь решить, да, постарайтесь решить для себя такой момент. Ради того, чтобы что-то изменить, вы готовы как-то вот, ну, какую-то цену, да, заплатить? Вот. Готовы ли вы вкладываться, готовы ли вы видеть результаты? Не всегда, не всегда позитивно. Вот. Совершенно не всегда позитивно. Сталкиваться, там, например, да, с недовольством своей мамы, допустим, вот. Если согласны, супер. Тогда можно работать и, как бы, вот, с границами вашими личными, чтобы отделять себя от мамы, от мамы отделяться, ну, отделить себя от мамы, вот. И с чувствами, так скажем, рэкетными, да, которые у вас, вот, имеют место быть. Вот. Это если вы согласны. А если вы ищете какой-то идеальный вариант, да, где и вы будете довольны, и мама будет довольна, вот. Если вы, ну, вот, такой вариант ищете, то такой вариант не существует. Вот. К сожалению, такой вариант просто нет. Вот. Я бы ещё, вот, я бы ещё изучил бы демы созависимости, потому что, вот, то, что вы описываете, как-то, вот, очень, ну, очень похоже на созависимость. Такие вот размытые достаточно, получается, границы между вами и вашей мамой, да, вот это обычно происходит тогда, когда нет чётких границ вот между, ну, между людьми. Между людьми близкими, потому что близкими людьми, людьми сложнее всего, ну, границы какие-то оставят. Понимаешь, да, надеюсь, о чём здесь речь? Вот. Вот, пожалуй, такой ответ я бы мог вам предложить сейчас, ну, вот, с точки зрения, как бы, с точки зрения терапии, да, с точки зрения психологии. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно, надеюсь, что помог вам. Вот. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Обратная связь нужна в первую очередь, в первую очередь вам. Так, скажем, нацеление по-другому лету, в первую очередь, в первую очередь. Надеюсь, вам это было полезно, надеюсь, вам это было интересно. Обращайтесь за помощью, не затягивайте, вот. А если вдруг ваша мама, ну, согласна, что у нее есть проблемы, да, ну, трудности какие-то, то пусть обращаются. Пусть обращаются за помощью, ну, может быть, может быть, именно к нам, ну, то есть, вот, в данном случае, да, ко мне, может быть, вот, или, может быть, кому-то еще, если, ну, если нет доверия у нее. Вот. И вам совершенно обязательно вам также вот нужна помощь, как мне кажется, потому что самостоятельно вы вряд ли справитесь с той проблематикой, которую я описываю тебе просто, если бы вы могли, да. Ээээ... справиться. Вот. то уже как бы, ну, уже как бы справилась, ну, в таком случае. Вот. Поэтому. Как-то так. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь с помощью.